Вы когда знакомитесь с отзывами на вашу работу, бывает, что вас хвалят, ну абсолютно как бы то, что называется мимо кассы, не за то, а за то, что вы хотели бы, чтобы вас похвалили, вас не хвалят. Знаете, удивительная вещь после турецкого гамбита, например, была, для меня была полная неожиданность, огромное количество статей и возгласов было по поводу того, что это патриотический фильм. Я его снимал как абсолютно приключенческое кино, как такой развлекательный жанр, но, видимо, в силу какого-то там, то ли дефицита этого товара на рынке, то ли по каким-то еще причинам, люди вдруг стали говорить о каком-то высоком и мощном патриотическом духе в этом фильме, что меня очень тогда на тот момент удивило. Да, но, наверное, вас это не удивило в контексте фильма «Август 8» насчет того, что это было патриотическое кино. Вы знаете, о контексте фильма «Август 8» меня как раз удивило другое, потому что это снималось как патриотическое кино, а меня как раз удивило, наоборот, количество людей, которые именно по этой причине не захотели это кино смотреть. Я вдруг понял, что любить родину, это, что называется, не модно в определенных кругах, по крайней мере, и эта часть людей как раз… Вот это меня удивило действительно. Там меня удивило это приятно, здесь меня это удивило не так. Я не знаю, писали ли об этом, я просто от одного из знакомых слышал, что, ну, у Джаника у него был свой семейный мотив, у него отчим осетин, поэтому у него свои там счеты. Не думайте, что он там русский или узбек. Он, у него и отчим осетин, поэтому с грузинами там свои были. Вы знаете, это отчасти правда. Да, серьезно? Да, это отчасти правда, потому что у меня действительно отчим осетин был блестящий, он умер, к сожалению, блестящий актер Бибу Ватаев, который, ну, с которым мы довольно много прожили и в прекрасных были отношениях. Наши родители развелись, мои родители. Вам год, по-моему, да, всего был? Нет, 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 они развелись, когда, ну, они прожили там несколько лет вместе, но даже после того, как они расстались, у нас с ним сохранились блестящие отношения. И такую, знаете, если говорить про какую-то школу мужества, вот как себя мужчина должен вести, как он там с женщинами себя ведет и так далее, то, наверное, я получил это от него и от его, там, его родственников, потому что я много времени проводил в Осетии тогда. Конечно, для меня в этом смысле это было небезразлично, и когда что-то я слышу про Осетию, у меня, знаете, такое ощущение, что это моя земля. Ну, надо сказать, что я в этом смысле такой дитя Советского Союза, я про весь Советский Союз так думаю, но Осетия для меня, безусловно, вещь небезразличная. Но я не поэтому взялся за эту картину, я взялся за нее только после того, когда понял, что это был один из немногих случаев, когда Россия себя повела как большая страна, уверенная в своих силах, имевшая сто процентов права поступить именно так, как она поступила. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.